Люди, конечно, заслуга их родителей, потому что они их воспитали. Многое, конечно, от этого зависит. Правда, вот Женя Родионов, это исключение, он помимо своих родителей, отца у него не стал, мама воспитывала одного его. Вот, и как она рассказывала, что Женя был верующий с детства, и он был верующий, был как-то по себе. То есть его тронула вера, он носил крестик, не снимал его в детстве еще, а мама еще была коммунисткой. И вот то, что с ним совершилось, тем это известно, что попавший в Чечню, в плен, он защитил маленький крестик, который в жизни стал большим крестом, потому что крест Господень – это спасение. А спасение – это значит жизнь вечная. Он выбрал жизнь вечную, вот, сохранив веру. Он умер стоя. Венец сплетенный из черта полоха На камуфляже грязном пятна крови А он не говорил, что жить так плохо, Когда судьба сурово хмурит в крови. Сто раз упав, он снова поднимался, По двой толпы и вспышки фотокамер. Когда восток зарей занимался, он встал последний раз и стоя замер. Он умер стоя, прекратился смех, и кто-то прошептал Аллах Акбек. Да он погиб один за всех, Не смерть, а жизнь свою принес нам дар. Креста не снял, не принял мусульманство, Перед зверьем, утратившим всю меру, И он предстал пред Богом в том убранстве, В котором он погиб за нашу веру. Он победил, хотя был поражен, Но не предал ни Русь, ни веру, ни достоинства. В одежды белые он будет наряжен, И место он займет Господним воинством. Он умер стоя, прекратился смех, И кто-то прошептал Аллах Акбек. Да он погиб один за всех, Не смерть и жизнь свою принес нам дар. Венец сплетенный из черта полоха, На калуфляже грязные пятна крови, А он не говорил, что жить так плохо, Когда судьба сурова хмурит кровь. А он не говорил, что жить так плохо, Когда судьба сурова хмурит кровь. Ольга. 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 Спасибо.